всем привет с вами ирина и канал my diy life сегодня у меня снова садовый влог я думаю что получится он достаточно маленьким потому что мне предстоит очень-очень много работы в саду мы две недели здесь не были ездили в отпуск как я говорил в прошлом блоге и конечно по приезду меня ждали настоящие джунгли и мне предстоит заниматься нудной утомительной неприятной работой либо спокойным медитативным занятием смотря как вы к этому относитесь а именно про полкой лично я про полку терпеть не могу потому что я воскресная дачница и у меня всегда для меня это такой сизифов труд потому что ты пропалываешь кучу времени тратишь причем если пропалывать как полагается выбирать все корешки то это достаточно медленно у меня обычно получается так ты пропалываешь одну клумбу все выбираешь на это тратишь целые выходные следующие выходные делаешь следующую клумбу и к тому моменту когда закончишь весь сад 1 уже заросла поэтому я иногда ленюсь и просто выдираю вершки корешки не трогают конечно не совсем правильно но зато быстрее и это единственный способ в моем случае хоть как-то поддерживать сад в приличном скажем так состоянии кстати поставьте лайк если вы тоже не любите про полку ну а я сейчас покажу вам наверное что у меня расцвело я знаю все любите смотреть красивые цветочки пойдемте смотреть заодно покажу что я собираюсь сделать в эти выходные помимо пропалки вот он мой враг номер один при пропалке это сныть знаю что у всех скажем так самый злостный сорняк разный у меня это именно сныть меня видите вот вся вся клумба заросла снытью она конечно очень быстро расползается и очень легко заполняет клумбу но единственный наверное плюс благодаря который с ней благодаря которому с ней можно легко бороться это то что она совершенно не выносит низкий покос то есть если ее несколько раз ободрать под корень она очень быстро слабеет я знаю что у кого-то есть пырей в саду и говорят что это еще хуже чем сныть не знаю что может быть хуже сныть но с пыреем я не сталкивалась поэтому возможно я не права напишите мне какой самый злостный сорняк у вас в саду вот он минус отпуска весной уезжаешь магнолия все голая приезжаешь и она уже отцветает это магнолия кобус зимует у нас в нашей полосе без укрытия хотя цветет не каждый год бывают годы когда цветочные почки повреждаются весенними заморозками тогда она не цветет но вот в этом году повезло к сожалению уже большинство цветочков видите уже увядает но есть и вполне цветущие это конечно не магнолия суланджа которую мы видели в праге в чехии но тоже очень очень декоративная причем эти цветочки появляются еще до момента распуска листьев и все эти уже листочки начали распускаться но когда начинает она зацветать она еще стоит без листьев и вся в цвету это конечно потрясающее зрелище тем более что весной цветов в саду почти нет поэтому это всегда особенно ценно в общем если вам хочется завести в саду магнолию то вот именно кобус очень советую по моему из всех видов магнолии это единственный вид который себя более-менее прилично чувствовать в нашей полосе буквально неделю назад такая была в отпуске и снимала чудесные древовидные пионы в праге я смотрела на них и говорила как жалко что вот у них целый огромный куст весь покрытый цветами а у нас больше трех цветочков за раз не дождешься и мой красавец пион видимо обиделся на эти слова и по приезду я нашла вот это чудо тут наверное 12 бутонов я насчитала может даже больше есть еще маленькие они еще дополнительно вылезают и конечно если я застану цветение это будет что-то потрясающе первый год он у меня так обильно покрыт бутонами видимо куст достаточно большую массу набрал наконец-то в общем я очень надеюсь что я успею отснять как он цветет потому что ну единственный наверное недостаток тревовидных пионов то что они очень быстро отцветают у меня несколько раз было что первую неделю приезжаешь выходные бутон а на следующей неделе он уже практически отцвел в общем если успею обязательно вам отцвету а сейчас посмотрите бутоны бутоны я жду с нетерпением когда он зацветет потому что зрелище должно быть просто очень красиво я в этом году конечно немножко припозднилась подвязка клематисов опять же из-за отпуска ну основную часть я поставила несколько забыла вот сейчас хочу показать вам хотя с некоторым опозданием как я делаю опоры для клематисов у меня такой наверное небольшой ноу-хау не знаю насколько она декоративна но честно говоря когда летом это все завито массой зеленью опор не видно поэтому меня такой вариант вполне устраивает кстати сказать если вы знаете сайт энциклопедия роз вот там совсем недавно одна из пользовательниц сайта показала свой опыт в изготовлении кованых опор для растений очень они мне понравились если уговорю своих мужчин которые владеют сваркой я думаю что мы попробуем что-нибудь в этом духе ну а для тех у кого нету мужчин владеющих сваркой покажу очень простой способ сделать опоры вертикальные для клематиса своими руками у меня вот такие вот куски арматуры самой обычной разной высоты здесь мне где-то они трехметровые я втыкаю к шалашкам вокруг куста и связываю сверху получается такой ну да получается шалашик на как я уже сказала и клематиса цепляются по этим опорам за счет того что они ржавые специально не крашу они совершенно незаметны в саду и вот буквально спустя несколько недель когда клематиса все завьет будут совершенно не видны и получится просто такая опора или пирамидка увитая цветами кстати для маленького клематиса у меня есть сорт совсем невысокий у меня точно такая же пирамидка только уже пониже там двухметровые куски арматуры и обычной проволокой для подвязки я их сверху сматываю тут самое главное сделать чтобы шалашик ни в какую сторону не начал крениться поэтому обычно я это делаю с помощью стороннего наблюдателя который говорит какую сторону подвинуть сейчас надеюсь что благодаря отличному глазомеру я все-таки сделаю ровно если нужен шалашик повыше то конечно лучше это делать на лестнице сматывать прямо на макушке но если не получается можно и так сейчас я подойду в сторонку посмотрю что у меня получилось получилось вроде бы приемлемо и мне останется только поднять клематис я конечно очень опоздала с этим действом видите какие уже огромные побеги я очень надеюсь что ничего не сломаю это очень красивый сорт кстати один из немногих сортов клематиса который очень обильно цветет это сорт виктория он у меня ведь уже такой большой большой и конечно это надо было делать до того как побеги пошли в рост будем надеяться что я не сильно все испортила сейчас я постараюсь хоть как-то его привязать но и надеюсь что за пару недель побеги выправиться и все-таки пойдут расти вверх потому что сейчас это выглядит как масса непонятных веток так что конечно клематисы надо подвязывать вовремя а вот моя пара шалашиков которые я успела вовремя поставить покажу вам несколько цветочков из моего лесного уголка это триллиум у меня расцвел кстати очень интересное растение он такой знаете вроде совсем простенький 3 листочка 3 цветочка но какой-то удивительно нежный и мне очень очень нравится здесь чуть подальше в зарослях у меня расцвела горянка здесь в полудиком лесном уголке у меня растет цветок который я не знаю как зовут когда-то очень давно мне принесла его знакомая из ботсада сенец сказала что это какая-то страшная редкость и что я ни в коем случае не должна его уморить ему уже мне кажется лет 15 я его как видите не уморил он растет и цветет каждый год но я к своему студу насмерть забыла как его зовут так что знаю только что это какая-то редкость из ботанического сада но что это за растение так не знаю если кто-то вдруг его узнал напишите мне как его зовут меня просили рассказывать что я делаю со своей крупнолистной гортензии я думаю все вы ее помните кто-то может быть даже помнит по моим видео где я снималась на фоне и и когда она цвела в том году она у меня была розовая в этом году я хочу чтобы цветы были голубыми и вот если может быть вы кто-то не знаете именно для гортензии макрофилла есть интересный способ есть специальные составы вот у меня вот такой это что-то французское покупал за рубежом на сейчас у нас появились такие составы в продаже видите на нем нарисована голубая гортензия там содержится оксид магния магний о и немножко железа и вот этот оксид магния как раз который содержится в почве придает цветкам гортензии голубой или фиолетовый оттенок зависимости от того насколько его там много то есть если вещества много то цветки прямо голубые голубые получается но и плюс часть цветков получается переходного цвета какие-то более фиолетовые какие-то более голубые какие-то розовые остаются и конечно куст тогда выглядит гораздо более декоративно в прошлом году я этим не занималась а в этом хочу полить ее этим составом для того чтобы меня гортензия получилась разноцветная я по инструкции на пакете развожу порошочек он такой голубой тоже в инструкции сказано что нужно разводить кофейную ложку на литр воды но у меня гортензия большая поэтому я развожу 10 ложек на ведро и поливаю весь куст потому что конечно один литр на такой куст это очень мало ну такая видите насыщенно голубая водичка получается и вот этим адским зелем нужно поливать гортензия вообще в инструкции написано что нужно это делать раз в неделю или раза две недели но честно говоря никогда так не заморачивайся поливаю один раз весной в момент когда формируется соцветие обычно этого достаточно но если не нужно прям голубую голубую гортензию а вот именно хочется такие переходы цветов мне кажется это даже лучше и потому что когда на одном кусте цветки разных оттенков это гораздо интереснее смотрится чем полностью голубая гортензия так что поливаем и немножко полью вторую свою гортензию она еще маленькая поэтому на нее конечно гораздо меньше уйдет состава и еще одна водная процедура у меня на сегодня запланирована меня плохо вышли из зимы несколько хвойных которые я в прошлом году пересаживал поэтому я хочу простимулировать полить гуматум надо сказать тема стимуляторов это такая достаточно болезненно наверное для садоводов тема все верят в свои стимуляторы кто-то поливает или опрыскивает эпином цирконом кто-то гуматами кто-то чем-то еще ну вот у меня например и пин на мой взгляд не давал какого-то эффекта заметного в отличие от гуматов от гумата я прямо вижу если какой-то слабый саженец я поливаю гуматом он прям сразу идет в рост но тут наверное это из серии кто во что верит вот я верю в гуматы кто-то верит в эпин кто-то в циркон поэтому я ни в коем случае не буду вас как-то склонять именно только гуматами пользоваться конечно пользуйтесь теми стимуляторами которые у вас дают эффект на растениях но вот у меня гуматы показали себя наверное лучше всего единственный тот момент есть такой почему-то вот на упаковках гумата не везде пишут о том что заваривать его нужно обязательно в горячей воде я обычно это делаю в кипятке то есть вот маленькую баночку наливаете кипятка и туда уже высыпаете гуматой и дозировка тоже честно говоря на всех пакетах на всех разных производителях препарат всегда разная я честно говоря это дело обычно просто на глазок заваривают до цвета темного чая но здесь вот у меня пакетик 10 граммовый когда-то давно я покупала я не помню кто был производителем были очень удобные маленькие пакетики по 3 грамма вот они как раз получались на ведро воды здесь получится где-то треть пакетика мне нужно на ведро высыпать все тоже будет очень на глазок получается вот такой вот состав темный темный и когда вы его выливаете в ведро с водой то получится как будто крепкий крепкий черный чай вот примерно вот такого цвета тут конечно такой момент с гуматом очень хороший то что передозировки получить практически нереально так что он прощает вот такой вот дозировку на глазок и вот обычно такой баночки на растение достаточно для того чтобы простимулировать какой-то ослабленный саженец или который вышел плохо из зимы и надо сказать что вот именно гуматом я очень люблю поливать розы свежепосаженные вот когда вы сажаете новый саженец розы который только-только вот идет в рост и для того чтобы его поддержать помочь ему быстрее укорениться на новом месте гумат мне очень хорошо помогает ну а в этот раз я буду лечить мои хвойные видите мой айсбрейкер очень-очень бедная он уже весной показывал очень много сухих веточек я еще не успела обрезать сейчас этим займусь очень сильно погорел у меня в этом году кипарисовик опту за на награцелес видите куча сухих веточек особенно вот здесь где он видимо был не под снегом прямо все все сухое и только нижние веточки более менее неплохо выглядит очень надеюсь что он все-таки восстановится я тоже его пересаживала и видимо это как раз на нем так пагубно отразилось на зимовке каждой елочке по чашечке чая это у меня елочка папус которая никак не хочет желтеть когда мы ее покупали она была очень красивого золотистого цвета на молодых веточках и серебристая на старых но в прошлом году он распустился у меня зелеными веточками не знаю что будет в этом году возможно ему нужен какой-то особый состав почвы для того чтобы пожелтеть в общем желтеть он у меня не желает покажу вам несколько моих новобратцев но нормальные люди привозят из отпуска сувениры а я привожу растения вот это вот фестука видите у него очень красиво такая салатово-лимонные листва рододендрон ну конечно я долго держалась но не смогла уехать из чехии без рододендрона это рододендрон на подвое инкаро который должен выдерживать очень хорошо не слишком кислую почву по-разному к ним относятся к этим подвоем кто-то считает что это просто маркетинговый ход кто-то в них верит я не пробовал ни разу мне просто захотелось испытать как он будет себя чувствовать в наших условиях так что буду пробовать и здесь у меня несколько молодилок и альпийских растений для одного проекта которые вам попозже покажу я хочу сделать большое корыто со всякими разными альпийскими вот такими очаровательными штучками вот эта гвоздика а это какая-то маленькая саксифражка камнеломочка даже цветут ну что ж на этом я думаю буду заканчивать свой сегодняшний влог надеюсь что-то полезное вам смогла рассказать несмотря на то что влог действительно получился очень коротенький пойду пропалывать наконец свои джунгли на сегодня все всем пока